Вот бывает, типа, заходишь, у них *** не понятно, надо увеличивать, там все понятно. Или просто я уже бухой. Висят такие занавески прозрачные с рюшечками. Я сегодня накидываюсь лесенкой. Здорово, с вами Глеб Ерошков, ты на канале Питерский ЕС. Сегодня мы пьем в кафе Бакунина на 2-й советской 25А. Пойдем покажу, что там есть. Короче, пока мы с Юрой собирались, я не выдержал и взял себе бокальчик пива Юность. Здесь, между прочим, кстати, мои нелюбимые 04, такого я не ожидал от Бакунинской пивоварной и от кафе Бакунин. Значит, 370 рублей за 04, и тут еще наливают 0,25 за 240 рублей. Вот, как я говорил, что скоро будет 0,2 наливает, вот скоро так и будет делать. Очень такой плотный, приятный лагерок, прям очень хороший. А еще классные бокалы. Был бы он еще 0,5, вообще бы цены бы не было. Судя по свету, здесь, кстати, света очень мало, очень тускло. Кажется, такое, типа, камерная атмосфера, вот, но мало света. Конечно, здесь для того, чтобы жить, я имею в виду, жить, есть, пить, нужно побольше света. Мне было интересно попасть сюда, попробовать, прийти, увидеть, что здесь есть. Кафе Бакунин, поехали. В следующую уменную пяточку пришла мало странно. Также по стоимости 370 рублей за 04. Ой, пахнет странно. Кислячком, как будто бы это не пиво, а си дорог. Это более легкий вариант. И реально даже нотки нефильтрованного, как будто бы. Но это, опять же, наверное, мои траблы. Первый вариант был получше. Значит, по менюшке. Быстро. Всякая бастурма, начоса, оливки, это все есть. Ближнего востока вообще нет. То есть, ни побагануш, ни свекольный хумус, ни мухаммара зеленая, ничего нет. Просто все отсутствует. По стоимости это в среднем типа. Да тут нет средней цены. Это 390, 330, 550, 490. Тосты есть практически все. По сытному тоже не все есть. Но я взял себе риет из кумбрии с бородинским хлебом. Взял гаспачо из капусты, джелатый из крена. 390 рублей. И вот как раз таки с брискетом, по-моему, я взял тост. Тост какая-то с брискетом. Будем пробовать. По стоимости, кстати, тост 790 рублей. Вот что же я взял. Колбаски подаем с брецелем. Жареная квашеная капуста и баварская горчица. Боже мой, я брецели обожаю. По стоимости 590 рублей. Что же, будем пробовать. Хочется сказать о том, что, во-первых, это очень важно понимать, что, заходя на сайт, ты понимаешь, насколько ребята продуманы. Потому что сайт очень приятный. Там все понятно. Нет лишней информации. То есть где-то там ищешь. Знаете, вот бывает, типа, захочешь, нехренне понятно. Надо увеличивать. Там все понятно. Классный, офигенный сайт. Прям рекомендую. Я бы не сказал, что большое разнообразие какой-то еды. Но сто процентов, да, можно что-то подобрать к пивку. Как я, например, сегодня. Уже колбаской моим пахнет капуста квашеная. Просто идет ко мне. Сегодня я, кстати, один. Потому что у меня вторник. Да, понимаете? А кто во вторник идет пить пиво? Кроме меня. Я сразу же после свадьбы, она закончилась в 5. Началась в час дня, кстати. Она закончилась в 17.00. Я быстренько вообще полетел домой. Закинул шмотки. И бегом к Юре. Хорошо. Рядом был каршеринг. Я прям прыгнул и приехал. Потому что куда ж я? Обратно пойду пешочком. Пройдусь, прогуляюсь, потом сяду в такси и поеду домой. Это что касательно того, что я сегодня... Какое у меня сегодня идея? Итак, давайте по атмосфере. Во-первых, я уже говорил про свет. Света действительно не хватает. Помещение само темное, да. Они еще приглушили его свет. Когда ты приходишь, ты понимаешь, что здесь супер интимная обстановка. Прям если ты хочешь посмотреть в глаза и так немножечко приобнять за руку и вам сюда. Тем людям, которые хотят сделать именно так. Очень мало света. Бар не очень большой. Разделен условно на два зала. Разделен он холодными. Посадочных мест, наверное. Мы, кстати, сидим за достаточно большим столом. Для большой компании. Но также хочется сказать о том, что очень удобная скамейка. Классическая, деревянная, петербургская скамейка. Класс. Мне прям нравится. Здесь есть плазмы. Футбольные матчи показывают. И хороший бар. Приятный бармен, с которым можно обсудить какой-то вариант пиваса. Он посоветует. Первый вариант, кстати. Я просто решил на удачу поинтересоваться. На каким-то вариантом пива он предложил. Ягода. Вот прям юность. 16-ый кран. Это на сегодня. Сегодня у нас какое? 15 октября 2024 года. На 15 октября 2024. 16-ый кран. Юность. Ягода. Берем. Ну что, я думаю, что будем ждать. Будем ждать еду. Попробуем. Чего интересного приготовил нам кафе Бакуни. Кто смотрит меня давно, знает про Брецель. И вообще про хлеб. Не хватает, конечно, соли. Но Брецелев хороший. Вместо горчицы. Так как ее нет. Еще я на самом деле печально. Но ладно. Вынесли барбекю соус фирменный. Очень неплохой фирменный соус, друзья. Колбаски. Один у нас из трех видов мяса. Это курица, говядина, свинина. Будем пробовать. Ну, опять же, надо понимать, что, типа, походу, вся кухня, это то, что может сделать один человек в любой момент. Бармен. Бармен. Бармен может пойти и сделать это. Попробую сначала без соуса. Это хорошо, но не сказать, что это прям, знаете, как вот в стандартах классических. Та же самая чешская пивница, пострельная в гусыне, там прям сочился сок из этих сосисок. А здесь как будто бы она подогреет. Сейчас я попробую соусом. Понятное дело. Ну, блин, соус, конечно, делает дело. В общем, очень яркое сочетание вот с этой колбаской. И сам соус, это гениально, конечно. Все, блюдо, соус. Капуста квашеная, она просто, видимо, подогрета в микроволновке, судя по тому, что здесь на тарелке есть такой выраженный осадок в виде. Испаренный. Вот, давайте попробуем. Ну, не. Конечно, капуста. Это все-таки, да, подготовленная заранее, прям очень заранее. Без такого типа бульончика, соуса. Не рекомендую капусту. Прям ужасно. Вот. Пробуем. Длинный сосисон. Кари, как нам сказали. Ну. Из всего этого, соус барбекю фирменный, просто потрясающий, офигенный. Брецель классный. Все остальное, ну, типа среднее. В пивном баре все-таки вот такие вещи, как сосиски, должны быть на уровне, здесь не на уровне. Кстати, хочется обратить внимание на ложку. Классный еще прибор, очень прикольный. Значит, следующая позиция, это у нас гаспачо из капусты и джелата из крена. 390 рублей, похоже на классический свекольник, только без ингредиентов, типа крем-суп. Ха-ха-ха. 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 Вот. Такое у нас прекрасное джелата. Короче, это примерно как, для тех, кто смотрит, это примерно как ешь, короче, свекольничек с мороженым из хрена. А что, ее разрешать надо? Ну, давай попробуем размешать. И еще, кстати, важный момент, очень важный момент. Мне очень нравится тарелка. Посмотрите, какая она шикарная. Как будто бы ты, если бы был денечек, светило бы солнышко, как будто бы ты у бабушки сидишь, из прекрасной тарелочки кушаешь. Даже не так. Значит, дом старенький такой у тебя, ты выходишь в сене, да, висят такие занавесочки прозрачные с рюшечками. И за окном яблони, где-то недалеко, какие-то там бабушки на разговоры, птички, и ты вот такой берешь, типа, боже мой, свекольничек, бабочек, благодарю. Ну, как минимум, это необычно, потому что джелата из хрена, это ты берешь хрен, короче, делаешь из него, точнее, кладешь его в форму и закидываешь в холодос, а лучше в морозильку. Вот, и получится примерно такая консистенция, которую вот сейчас она ощущается, готовая. Ну, могу показать густоту. Это, наверное, даже такой консистенции, это похоже на какой-то йогурт. Вот, и, как минимум, это необычно, да, вот. Попробую с брателем, как это выглядит. Не для всех холодный суп, гаспачо, с таким остреньким компонентом в виде хрена. Не могу сказать, что рекомендую всем, но мне нравится. Летний, наверное. Летний, летний вариант, когда можно совершенно спокойно в плюс 30 прийти и слопать подобный суп. С другой стороны, как бы, да, у тебя есть пивас. Это же холодный напиток. С брателем хорошо, теплым. А вот с супом холодным вопрос возникает. Ну, вообще, короче, вот этому супу я ставлю 4,5. Пятерку не могу поставить, но 4,5. Это такой, типа, летний супец, который можно прийти с лопать и кайфануть вот от этого джелата из хрена. Тост Хоккайдо с Брискетом, 790 рублей. Это здоровенный кусочек хлебца, отрезанного по-человечески, да. Вот такой. Пахнет очень хорошо. На 790 рублей вот за такой кусок еды. Это три шавермы, друзья. Ну так, если, да. Это... 10 домашних бутербродов. Это потенпап. Это... То есть, ну, короче, как закуска. Прикольно смотрится. Сверху немножко руколу, причем руколу уже жухлой. Будем пробовать? Ну... Это нежно. Это много мяса. Это... Как будто бы... Это ешь, короче, гуляш. С хлебом. Вроде бы, 790 рублей это дофига. А вот и пивас наш идет. Спасибо большое. Перед тем, как я продолжу, я хотел сказать о том, что я сегодня накидываюсь лесенкой. То есть, ну, типа, постепенно, аккуратно. Начинаем с простых сортов, с легких. Закончить я хочу уже чем-то посерьезнее. Вот это у нас Everyday Apa. 390 уже рублей за 0,4. Я не знаю, почему пивной завод, пивная компания наливает 0,4. Ну, это же людям, которые... Спасибо большое. Это скумбрия. Риет и скумбрия. Ага. Риет и скумбрия. Я не знаю, почему, типа, пивная компания, компания, которая производит пиво, вообще может позволить себе наливать людям в баре 0,4 в Питере. Для меня это стыдно, конечно, должно быть, дорогие мои, стыдно, стыдно, стыдно. Хорошая густая пенка, шляпка такая у пивка, помутненное такое сознание, возможно, как мое сейчас, уже после двух бокалов, чувствуется, что это апа. Вот, вообще, кстати, хочу сказать за пивас, за пивас здесь вообще претензий нет, но это любой пивас берешь, кайф. Конечно, что-то лучше, что-то хуже, но, блин, это, конечно, качество, это круто. Ну, вот это, конечно, мне 790 рублей, но чуть меньше ценник, но это очень вкусно. Это клевое мясо, хорошо прожаренный, поджаренный, точнее, даже хлеб. Рукола в сочетании соуса с этим всем прям хорошо, рекомендую. Ну, что меня смущает в этом говяжьем чуде, это цена 700-800 рублей. Ну, прикиньте, за бутерброд с говядиной. Даже, 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 даже возьмем, просто посчитаем. Килограмм говядины стоит. Ну, хотя, что считать? Ну, мы же понимаем, что у всех свои приколы, поэтому пофиг. 790 рублей дорого, но вкусно. Никого я не нашел на барной стойке, просто молодой человек ушел, в тот момент, когда у него подалась вилка, придется есть ложка. Риет из кумри, это, типа, назовем его, условно, паштетом, да, это способ приготовления. На хлебушек, бородинский, бородинский хлебушек, теплый, кстати. Ну, как минимум, это необычно. То есть, типа, вот, представьте себе, вкус скумрии. Ну, паштет из печени, с каким-то там овощным, таким жульеном сверху. Да? Без черняки, бродицы. Да. Ну, вообще, это интересно. Может быть, с бродинским хлебом. Вот верхушку надо его перемешать. Этот риетик. Ну, во-первых, хочется сказать о том, что все позиции не самые дешевые. То есть, это прям такая, типа, даже не средняя цена по городу. А с учетом того, какие оказались колбаски, ну, хотя, ну, с другой стороны, 590 рублей. Дофига для колбасок. Это стоит 450 рублей. Кто любит рыбу из кумрии, это можно брать. То есть, это вкусно, как будто бы присутствует такой, типа, оттенок бальзамического чего-то. То есть, бальзамический уксус, либо бальзамический крем. Чуть-чуть, как будто бы добавлено. Вот, это дает свежесть. Вот, бродинский хлеб. Ну, классическая какая-то история. Но, когда привыкаешь к этому, это становится вкуснее. Вот, ну, я говорю, этот товачной жулиен, который замешан с бальзамическим уксусом. Точнее, даже, наверное, все-таки бальзамическим кремом. Прикольно. Это интересно. Что хочешь сказать о еде? Во-первых, как бы, может быть, это сколько? У нас 4 позиции было. Это достаточно сытно все, кроме супа. Вот, потому что вот риет, очень сытный, очень сытный тост Хоккайдо с Бриски, там 790 рублей. Колбаски, все-таки я, короче, колбаски не рекомендую. 590 рублей, качество вообще среднее, магазинные, стандартные, типа, ну, понятное дело, что они, вот, у них типа, октоберфеста, это, вот, отдельная такая история колбаски. Вот, но не рекомендую, это прям какая-то столовка, где не умеют готовить подобные вещи. Все остальное норм, кроме супа, опять же. Суп это чисто просто попить какой-то холодный коктейль с вкусом хрена. Вот, Брискет прикольный, его много с тем количеством хлеба, да, прикольно. Вот, конечно же, вы мне напишите о том, что сюда и не идут за едой, а идут за пивом, так и я не против этого, да, что сюда и нужно идти за пивом, оно прикольно, и вообще вопросов к нему нет. Потому что любой, вот, третий сорт, который я пью, прям шикарный, вот, но позиционируют они все-таки, это как кафе, пивной кафе, бар. И если вы все-таки делаете кухню с акцентом на то, что, ну, это же клевое пиво, но кухня там, это не самое главное, зря. Все-таки, если это бар, и если вы продаете эту кухню, то она должна быть тоже прикольной. Вот, из всего я, наверное, поставлю, типа, кухни, твердую четверку, но есть над чем работать, реально. Если ты решил просто попить пивка, то обязательно заходи сюда. Это клево, это прикольно, вкусно, хороший, качественный пивас, обеспечен. Не зря они все-таки производители пивка, прикольно. Я давно знаю эту компанию, вот, и в одно время они были очень популярны среди, скажем так, молодежи. Вот, ну, в общем, прикольно. Посидеть с пацанами, ну, я не знаю, насчет в интимной обстановке или нет, но, в общем, посидеть с девушкой точно можно. Но с пацанами не знаю. Темновато для пацанов. Финишнуки решил Сидром. Называется он Абанамам. По стоимости 390 рублей за 0,4. Крем яблочко сухое, которое хочется пить. Ну, реально классное, супер сухое, очень кислое. И лично мне вот такой вариант очень подходит. Я периодически беру себе такие варианты с сорочком, с какими-то такими легкими закусками. Класс. Я, конечно, в последнее время переместился на употребление еды раз в сутки. Вот, и сразу же пошел результат по весу, но сложновато, конечно. Сложно, а тут сегодня объедаешься. Ну, а что делать? Читмил. Нет, ну, действительно, сегодня читмил. И есть такое ощущение, что, ну, а как с другой стороны, да, блок снимаю, снимаю. То есть, ну, есть надо, да, да. Поэтому, но периодически раз в неделю можно и разрешать себе. Счетчик. То есть, вышел весь мой поход в кафе Бакуни на 3740 рублей. Ну, многовато для одного человека, хочется сказать мне. Даже, типа, вот у меня мое психологическое состояние до 3000, норм, на 3740 на одного. Когда-то в юге, по-моему, мы с Женьком в юге сидели на пятерку, на двоих. А там просто пивас на двоих человек ликой просто влился. И еды было сколько угодно. Значит, смотрим, да? Поехали. Значит, тосты у нас 790, риетт 450, колбаски с брецелем 590, и весь пивас 370-370, 390-390. Ну, не знаю. Не очень приятный ценник. Ну, как есть. По идее, наверное, я не рекомендую, потому что где-то из-за цены, где-то из-за вкуса, где-то из-за внешнего вида. Вот. Точно сюда нужно идти уже сытым. Но трезвым. А вот пивко... 390 рублей. Ну, опять же, знаете, вот типа... 370 рублей за 0,4. Ну, кому? Ну, кому? Ну, вы че... Это Питер. Это Питер. Здесь нельзя лить 0,4. Только 0,5. Вот. И я уже говорил в начале, что я, честно, удивлен, что ребята, которые занимаются пивком, льют 0,4. Вопросы. Вопросы. Ну, и такими темпами мы переходим к рейтингу Глеба Ерошкова. Поехали. Первое. Это атмосфера. К атмосферу, я уже сказал, темновато. Хорошая музыка. Не сильно громкая. Не сильно тихо. То есть, такой средненький форматик, да, когда можешь прийти, поболтать, но при этом мы послушаем. Ну, как бы, при этом соседний стол не будет напрягая вот так уши слушать. Типа, о чем они говорят. Вот. И, конечно, я бы добавил здесь везде света, потому что просто темнота лютая. Просто лютая темнота. Это вот Юра меня подсвечивает, да, вот таким образом. А если бы Юра не подсвечивал, я бы вообще в темноте сидел, вы бы говорили, Глент, ты где? Вот. Номер 2. Транспортная доступность. Хочется сказать о том, что площадь восстания здесь рядом. Я доехал на каршеринге, самокатов в центре больше нет, поэтому мы поставим транспортной доступности пятерку. Почему? Потому что каршер я кинул на стоянке, на парковке. Если бы я ехал на метро, то я бы на восстание просто выскочил. Ну, короче, пятерочка. Хорошая, приятная транспортная доступность. Три. Обслуживание. По обслуживанию претензий нет. Очень приятный бармен, который и по пиву рассказал, и по идее немножечко проконсультировал. Даже поболтали за общие темы. Вот. Поэтому обслуживание, естественно, пятерочка. Четвертое. Это еда. Ну, по идее, вы уже знаете, да, я говорил о том, что все-таки есть вопросы к идее. И, наверное, наверное, все-таки я поставлю 3,5-4. Я мне сказал, что это твердая четверка. Это между тремя с половиной и четверочкой. То есть это может быть 3,8-3,9. Прикольно, но не дотягивает до того ценника, который на эту кухню поставили. С учетом того, что это делает, ну, скорее всего, один человек. Ну, по крайней мере, во вторник, в сколько с вами у нас? Во вторник в 19.54 это делает один человек, который выглядывает из-за двери периодически, посматривает, что там происходит. Вот. Ну, короче, на еду лютые цены. Ну, и пятое. Это цены. Цены – это самое главное. Ну, мы сейчас не берем алкогольные напитки, потому что все-таки Бакуниска, пивоварная, вот, ну, попиваться – это очень качественное клелое пиво, но по идее, ну, типа, ну, камон. Ну, реально, если вы ставите 790 рублей за Брискетт на тосте, даже если это тост мягонькое, снизу, сверху хрустящий, и все это дело перемешано. Ну, короче, все-таки, ну, дороговато. Ну, реально. Вот так, чтобы прийти, я просто знаю много разных мест, где можно с менее серьезными потерями посидеть прям так, что будет очень приятно и кайфово. Вот. Поэтому общую оценку, наверное, я поставлю за заведение типа 3,5, да, потому что мне не понравился цвет, мне не понравился, не совсем понравился еда, мне не понравился ценник. Я все-таки от таких ребят, да, громадных для питерской, так скажем, индустрии пива, громадных ребят все-таки ожидал чего-то более серьезного. Вот. Поэтому спасибо этому месту, прикольно, клево. Ребята 100% молодцы, но, блин, работать есть над чем еще. Прямо работать, работать и работать. Вот. Спасибо всем тем, кто смотрел до конца. Мне очень важны ваши лайксы, комментарии. Даже если они негативные, но очень приятно слышать обратную связь. Кто хочет со мной быть поближе, телеграмм, друзья, телеграмм. Короче, увидимся в следующих выпусках. Пока.